Добрый день, меня зовут Труарь Микипедия. В рамках Труарь Микипедии, на самом-то деле, есть один пользовательный плюс. Может быть еще больше, но особо важно отметить то, что есть один существовательный плюс. Это Труарь Микипедия не дает нам забыть определенные термины именно на Тринском языке. Пусть есть вообще российское неправильное отношение озера Терекюр и Туракюр. На самом-то деле, они не так Терекюр и Турекюр, а люди, которые в Петербурге и Рыжинске писали, они так и так одним словом называют два озера. А мы знаем, что это два различных озера, в котором есть в кругах, в другом и просто люди обитают. Соответственно, в рамках этого можно людям принести, что на самом-то деле существует два озера, и они в результате разные. И с этой точки зрения мы понимаем, что определенные те или иные понятия имеют разные значения. Это нам дает нужное знание. И в рамках всего этого можно... люди, которые читают тюинские языки, говорим, как Эли, они оттачивают свое мастерство по чтению тюинского текста. У нас реально серьезная проблема с тюинским языком в том, что сложные предложения люди, людям сложно их читать. Соответственно, если люди привыкнут к сложным текстам, к сложным текстам, то как это можно достигнуть? Это может достигнуть чтением в тюинский языке сложных тем, к литературу и понятиям. Соответственно, может быть, гиппедия дает людям более качественный гиппедий язык. Именно это... Да. По крайней мере, языковой среде он дает... Фактически крестоматит, да, в том контексте, да? В том контексте крестоматит, но я особо поделяю здесь правила прохращения, правильное описание. То есть, грамматика, фанетика на гуинском языке – это очень важно. Спасибо. А это не грамм? Не начало, можно сказать. У меня просто очень радкое замечание. Исключительно так, отчасти акцентируем то, что было сказано. На мой взгляд, одна из основных функций, которые можно внести в гиппедии в образовательном процессе – это то, что работа в гиппедии очень хорошо обучает работать с исключением. Вот так вот. Вот если вы хотите научить своих, там, студентов или даже, там, продвинутых школьников работать с источниками, а это значит, запускайте и в гиппедии, на мой взгляд. А, ну, абсолютно придерживаем да, просто да. Я хотел сказать продолжение темы про гуинскую гиппедию, как говорили. Дело в том, что вот у языков, вернее, у народов, которые представляют малые народы России и, может быть, даже еще и стран СНГ, в интернете такая сложная ситуация, что люди часто используют либо какой-то суржик, либо заменяют какие-то традиционные буквы на те буквы, которые есть, например, на обычной русской раскладке. Вот я, как редактор сейчас в агентском переводе, давно проверял киргизский текст. И там в киргизском языке есть такая буква, она похожа на букву «уай», то есть у нее вот эта палочка, она вниз идет вертикально, а ее полностью заменили на букву «русскую у». Я, первым делаю, что я сделал. Я зашел на киргизскую википедию, почитал несколько текстов, да, и там очень часто встречается вот эта вот буква традиционная, да, вот кирогическая. И, понятное дело, что я этого переводчика, так скажем, заставил сделать все по правилу. И вот в этом тоже, в том числе, такая образовательная функция заключается в том, что в википедии, вот в любой абсолютно википедии, стараются редакторы придерживаться полностью правил лингвистики, орфографии, там, фунтации, все, что вот есть, все, что есть вообще в этом языке академического, вот в википедии, в том числе, там, вот, языка, несет такой вот свет знаний, да, как говорили. Спасибо. Ну да, поскольку она делается носительными языками, ну да, пожалуйста. Передай, сзади, передай. Сон. Да, не то, чтобы статьи. Вот дело в том, что вот это было Сон. Да, вот тогда мы, наверное, еще поговорим о на... Туда микрофон. Пусть у меня есть микрофон, посадок. Дмитрий Барфеев и Витя Макар, а я бы хотел... Извините, пожалуйста, вы студент? Да, я студент, поэтому я бы хотел немножко и собственного опыта как раз по поводу целеснообразности в википедии как источника. Я сейчас учусь на истории МГУ, и, действительно, вот оформление литературы, работа с источниками – это очень полезно для меня именно википедийный опыт. Я вам даже более того скажу, даже преподаватели, оба моих семинаристов, что по древнему миру, что по отечественной истории, они википедию не только приветствуют, но и призывают использовать ее в подготовке к докладам, то есть в подготовке к семинарам, но в умеется не официально, а не естественно. Ну, понятно, что википедия не может считаться абсолютно целесообразным источником, поскольку все-таки энциклопедия свободная. И вот еще по поводу википедии как источника мне вспомнилось. Я не так давно, когда улучшал статью о Степане Банделе, я искал литературу. И, в общем-то, мне попалась книга из такой довольно известной очень популярной серии «Смыслов Олега». «Степан Банделе» и «Мальба Ау». То есть, ну, как сказать, серия не та, которую можно назвать в общем-то не достоверной, там было много хороших книг опубликованных, действительно, научного толка. Но вот в библиографии эти книги, как я сейчас помню, в том числе, которые прямо были прописаны отдельно «Свободная энциклопедия и Википедия», «Статья Степана Банделе», «Свободная энциклопедия и Википедия», «Статья А.В. Шукевич», «Свободная энциклопедия и Википедия», «Статья Украинской Повстанческой Англии». То есть, насколько, я думаю, у всех, понимаете, это спорная статья, там всегда ведется какая-то война, как правило, особенно это ООН, это ООН, это ООН, насколько человек, не знаю, боялся и все-таки может быть. Да, я считаю, с халпула добавил вот эту вот биограмму, даже пусть на уши, на уши популярных книг. Может быть, это, конечно, курьез, но мне кажется, что все это нужно показать, потому что раз ведать только пропустили, значит, наверное, пускай не дирготируется сегодня. «Стутсвобедия и Википедия по работе, как и с образованием на УКОКе». Так, спасибо, коллеги. Последнего шанса времени, с вашего названия. Небольшое заключение. «Стутсвобедия» и «Ватристия». А не кроется здесь один очень нехороший момент. Ведь список ссылок в Википедии, он всегда исключительно вторичный источник. Тот. А в образовании часто важно умение вот с первичными источниками. Скорее, это важно в науке. В образовании. В образовании тоже. Не соглашусь. Нет, здесь опасно. А я забыла. Может, что? Пусть хотя бы стоили, но... Понимаете? Образование по умолчанию. Работал за вторичный случай. По умолчанию, коллеги, еще раз говорю. Да. Это синтезское образование. Так. Сейчас подеремся, но отдельно. Итак. Уважаемые коллеги, огромное спасибо за ваше высказывание. Мне кажется, хотя у вас не было западного пространства, куда у вас стало, формат вполне удался на этот взгляд. Я вам особо обнимание... Может быть, обратил на это... Возьмем Владимир Владимирович. На секунду еще раз. Мне кажется, в пункте внимания есть смысл обратить особо на образовательные проекты, которые связаны с Википедией. Я пока не знаю, в каких форм это можно поддерживать. Мне кажется, чтобы обязательно было на конференциях, буду смотреть. И мне кажется, надо еще одно заману. Учисло будущее. Отличное выступление, отличные реплики. Но такие темы нам нужно проговаривать желание Владимира Владимировича Зарая. Поэтому я приглашаю, когда будем обсуждать в следующий раз. Более массовых средств. Большое спасибо всем.